Выдвигайте кандидатов на премии в области интеграции. С таким призывом фонд интеграции обратился к жителям страны и, конечно, Таллина. Министерство культуры и фонд интеграции призывает выразить признательность людям и организациям, деятельность которых даже в наше непростое время способствует единению народов страны. Глава фонда интеграции Дмитрий Московцев сегодня гость нашей студии. Дмитрий, добрый вечер. Добрый вечер. Вы ведь сами прошли весь этот непростой путь интеграции, от человека, который с трудом говорит на эстонском языке, до руководителя фонда интеграции. Насколько сложен этот путь был? Ну, он сложен, как и любой другой путь человека. Это получение образования, это иногда нужно немножко смелости. Например, я в свое время пошел учиться в университет на эстонском языке, и поначалу было трудно, но уже к концу первого курса я сдал эстонский язык на С1, потому что у меня, во-первых, я попал в среду стеноязычную, и, во-вторых, у меня появились друзья и однокурсники, с кем можно было общаться. Как вам кажется, то есть, исходя из ваших слов, понятно, что интеграция возможна. Но вот кто эти люди, которые способствуют ей? Это самые разные люди. Это и организации, которые ежедневно что-то делают, чтобы люди разной национальности, с разным родным языком как-то соприкасались, находили контакт и сотрудничали вместе. Это могут быть какие-то проекты, какие-то мероприятия. Самая разная деятельность, которая помогает в сплочении общества. То есть здесь нет какой-то конкретики, это может быть все, что угодно, главное желание сделать что-то лучшее для сплочения общества? Конечно, и часто люди делают свою ежедневную работу или делают то, что им кажется важным, и в итоге эта деятельность способствует сплочению общества. Особенно, когда она помогает людям разной культуры вместе быть и вместе общаться. Премии присуждается в четырех номинациях. Золотой фонд интеграции, Искра года, Человек или организация, внесшая выдающийся вклад в содействие интеграции весь не года, медийный проект. Какая из них особенно важна, на ваш взгляд? Мне кажется, они все очень важны. Важна и долгосрочная деятельность, которая помогает находить общий язык, популяризирует многообразие культур в Эстонии. Вот «Золотой фонд интеграции» — это номинация, которой мы хотим проявить признание тем людям, которые долгое время работают в этой сфере, что-то делают, что помогает. И это другие все номинации. Например, номинация «Создатель диалога культур». Здесь мы хотим отметить разные проекты, разную деятельность, которая помогает как раз-таки найти и наладить сотрудничество между людьми с разным родным языком. Тут все номинации важны, и каждая деятельность, она приносит результат. Насколько наши люди готовы выдвигать кандидатуры? Насколько активны в этом вопросе? Мы все-таки призываем всех вокруг себя увидеть, заметить ту самую деятельность, тех людей, которые помогают в сплочении общества, перейти на наш сайт и до 18 сентября заполнить анкету и подать ее. Заполнить анкету несложно. Главное описать, почему именно этот человек, или эта организация, или эта деятельность, она соответствует номинации, и как она привнесла вклад в сплочение общества. Какими вы видите будущих лауреатов? Я вижу людей, которые сегодня в своей сфере что-то делают, делают это с душой, которые хотят, чтобы мы здесь в Эстонии вместе жили дружно, и мы находили общий язык. И на самом деле таких людей, таких организаций очень много, мы это видим каждый день. И как раз-таки это хорошая возможность всех их отметить и выразить наше признание. Дмитрий, спасибо, успехов вам! Спасибо! Все годы после приобретения независимости у нас говорят об интеграции. Кто-то всерьез, кто-то с иронией, кто-то не верит в ее возможность. И очень важно, что есть энтузиасты, которые вдохновлены этой идеей, и есть возможность их в этом поддержать. Для этого и стоит принять участие в конкурсе, о котором рассказал наш гость, глава фонда интеграции Дмитрий Московцев. Продолжение следует...